Доброе утро, коллеги. Доброе утро. Доброе утро. Рад вас всех видеть. Давайте поприветствуем все друг друга, поприветствуем всех, кто нас смотрит в онлайне. Вчера мы провели прекрасный технологический день. Было очень много интересного. Мне кажется, Юра Волошин до конца понял, каким должен быть релиз. Он еще всю ночь записывал все, что наобсуждал и сделал. Очень интересные были обсуждения, очень интересные доклады. Реакция на нашу бизнес-стратегию по изменению B24 нас просто потрясла. Когда вы подняли одни руки, а другие не подняли. Это было замечательно и вообще удивительно. Итак, мы начинаем второй день. Второй день – это про бизнес. Традиционно мы здесь уже говорим совсем мало про технику и в основном говорим о том, что такое предпринимательство. И, наверное, это главная тема этого дня. Предпринимательство. С чем это связано? Что это означает в наших с вами терминах? Мне кажется, доклады будут очень интересные. Несколько слов о том, как будет устроена партнерка. Первую половину дня до обеда мы рассказываем о наших продуктах, о том, что вас ждет в следующем году, о новой партнерской программе B24 и целом ряде других вещей. Сергей Кулешов, который сегодня еще является ведущим этого дня, представит вам статистику анкет. Мы собрали максимальное количество за все периоды анкет и покажем вам статистику и аналитику рынка веб-разработки. И, собственно, после обеда разделяемся на два потока. Будет один бизнесовый день в этом зале и во втором зале мы будем делиться опытом уже с партнерами. Коллеги будут рассказывать, что у них получается, как и в каких аспектах. Некоторые доклады прям не буду анонсировать. Мне кажется, вы их в программе увидите. Это будет и любопытно, и интересно. Ну что ж, давайте будем начинать. Листалочку ты мне выдашь? Два слова про спонсоров. Ой, да-да-да. Коллеги, я должен поблагодарить наших спонсоров. Это мероприятие стало возможно благодаря нашему генеральному спонсору, компании Rusonics, которая уже много лет вместе с нами помогает организовывать эти мероприятия. Давайте поаплодируем и поблагодарим их за то, что они участвуют вместе с нами в мероприятии. И я бы хотел поблагодарить еще двух наших спонсоров. Это компанию Яндекс.Касса и компанию eBay, которые, опять же, в течение нескольких лет участвуют в этом мероприятии, являются спонсорами и помогают нам сделать его таким замечательным. Давайте поблагодарим их за участие в нашей партнерской конференции. Так, ну что ж, Сереж, с твоего разрешения мы будем начинать. Давай начинаем. Мы тебя сейчас представим специальным роликом. Сергей Рыжиков, 1С Битрикс, генеральный директор, стратегии предпринимательства. Особый ролик понадобился для меня для представления. Коллеги, на самом деле этот доклад навеян многими-многими разговорами. Так получается, что и вы, и другие предприниматели иногда обращаются с обсудить какую-нибудь проблему. На самом деле я очень часто обращаюсь к другим для того, чтобы пообсуждать какую-то проблематику. И некоторые сюжеты повторялись. И вот этот доклад, он стал неким как бы следствием рассуждения на тему. Мне кажется, он очень простой, но почему-то, когда о нем говоришь в таких вот, домой взгляд, простых терминах, какие-то обстоятельства или какая-то ясность в некоторых вопросах наступает. Это не будет очень длинный доклад. Так, напомните, куда мы листаем, куда мы стреляем. Коллеги? Я представлю. О, отлично, что-то появилось. Итак, вообще говоря о предпринимательстве, существует несколько простых вещей. Во-первых, регулярное получение, систематическое получение прибыли от тех или иных обстоятельств. Вот, собственно, предпринимательство, на мой взгляд, достаточно простой термин, рискованный, но, в общем, который мы должны воспринимать в некотором достаточно оторванном от себя восприятии. Говоря о рынках, говоря о предпринимательстве, мы очень часто упускаем то, что мы являемся субъектами, что мы находимся внутри каких-то рынков, что мы не управляем этими рынками, или нашей воли недостаточно для того, чтобы сказать рынку «стой» или, наоборот, сказать «побежали». Существуют какие-то внешние процессы, благодаря которым тот или иной рынок, я не говорю пока про наш, развивается. Причем в большинстве своем говорят о том, что у каждого рынка, у каждого рынка есть этапы развития. И все рынки не исключительные. То есть есть некий этап начала, причем, кстати, иногда эту линию опускают ниже, в минус, говорят, что спроса вообще нет. И некоторые инициативные люди пытаются его создать. Они как бы продвигают какие-то новые идеи. Но во времени, вот если мы смотрим уровень спроса, что это может быть? Ну это какие-то измеримые величины, которые бы характеризовали число покупателей. Ну не знаю, у всех, ни у кого не было смартфона, а теперь они появились. В общем, это какая-то величина, которая бы говорила объективно о том, что вот этот рынок наполнился или нет. И вот потихоньку рынок, развиваясь, выходит чаще всего на плато. Причем рынки, опять же, бывают разные. Бывают рынки, которые завершаются, бывают очень быстро, они сразу бах и упали. Мы еще чуть-чуть поговорим об этом. Бывают рынки, которые многие-многие годы функционируют на протяжении десятилетий, может быть и столетий. Ну, например, посмотрите на рынок мобильной связи. Все начиналось с того, когда все рассуждали. Было такое утверждение, что у всех будет 100% сим-карт на руках. Никто не мог в это поверить. Связь была очень дорогой, все начиналось эксклюзивно. И на самом деле мы смотрели на это как на некую роскошь. Но участники рынка, которые находились в нем, они ожидали, что большинство тех, кто могут платить, обзаведутся мобильной связи. Что мы можем считать, причем, кстати, особенно для компаний, которые жили на этом рынке, очень важно было увеличивать свою клиентскую базу. Это нужно было. Опять же, стратегия компании зависела от этапа развития рынка. То есть рынок очень быстро растет. Огромное количество подключений. Если мы берем страну, там 150 миллионов, из них 10% только обладали сим-картами. Значит, стратегия оператора стоять возле метро и продавать сим-карты. Ну, фактически увеличивать клиентскую базу на этом этапе. И несколько лет рынок очень быстро рос за счет появления новых абонентов. Фактически на сегодняшний момент мы можем сказать, что число платящих абонентов закончилось. То есть ребенок, когда идет в школу, ему уже дают телефон с сим-картой. И, в общем-то, даже у всех дедушек и бабушек есть мобильные телефоны. Мои очень любят получать фотографии детей, потому что у них уже смартфоны. И они считают, что он для этого и создан. Но фактически мы можем что сказать? Что число платящих абонентов на этом рынке завершилось. Как должна измениться стратегия оператора? Должны поменяться тарифные планы. То есть теперь нужно не захватывать, а нужно удерживать. Должна появиться абонентка. Должна появиться другая структура, какая-то спроса. Совсем недавно говорили о том, что ряд мобильных операторов сильно сократили число точек по подключению. А зачем они им в общем-то в этой стратегии? Потому что ведь уже всех подключили. Как говорят, 2 миллиона в месяц приходит и 2 миллиона в месяц уходит у операторов. Буквально вчера обсуждали с человеком из телефонией. Он говорит плюс-минус 2000 в месяц. То есть рынок достиг определенной стабилизации. Я о чем говорю? Еще раз, я беру в качестве примера. Я не телефонист. Мои рассуждения достаточно поверхностные. Я смотрю, вот Максим качает, говорит что-то так, а что-то не так. Ну, видимо, да, у него в разные стороны движение. Извините. И в данном случае я бы хотел подчеркнуть мысль, что с точки зрения участника рынка, компании, мы должны понимать этап развития рынка и свою бизнес-стратегию корректировать в зависимости от этого этапа. Но мы все с вами поработали в том или ином виде на SEO рынке. Он очень быстро взлетел. Он достиг определенных величин. Но он вообще квази-рынок. Он существует как бы поверх операторов, поверх поисковиков. И корректировка ими стратегии привела практически к нулю. Этот рынок упал, но он сильно изменился. Очень много игроков ушли из этого рынка. Они посчитали, что теперь на нем стало сложно зарабатывать. Деньги не такие легкие. То есть на растущем рынке, когда все идут, ты, в общем, легко зарабатываешь. Когда рынок снижается, становится фиксированным, требования меняются. В общем-то мы можем говорить… Давайте поговорим теперь о нашем с вами рынке. Что бы характеризовало рынок веб-разработки? Есть один критерий. Ну, несколько критериев. Один из которых – число людей, которые в онлайне. Мы уже несколько раз говорили на предыдущих конференциях о том, что все в общем в онлайне. Прирост интернет-аудитории за предыдущие годы 15%. За предыдущий год. А вспомните, предыдущие десятилетия, ведь это были сотни процентов. Люди просто бежали в интернет. То есть прирост существенно снизился. И мы можем в целом, наверное, говорить, что если по этому критерию говорить, то мы, наверное, добрались… Интернет-аудитория добралась, ну, подбирается к какому-то плато. Но, по крайней мере, это не вот этот вот самый пик роста. Мы это точно можем сказать. Давайте посмотрим на домины. Число доминов тоже перестало фантастически расти. То есть раньше это был замечательный рынок. Домины покупали, покупали. И для нас это был критерий. Они все приходят с новыми доминами, на которых у них нет сайта. Сейчас на каком-нибудь домине что-нибудь стоит. Домины какие-то умирают, появляются. Но в целом, опять же, я бы, наверное, предположил, что рынок веб-разработки достигает, приближается к некоторому плато. Он становится зрелым. Причем так же, как и многие другие рынки, он не исчезнет и не упадет, скорее всего. Например, мобильная связь не исчезла. Мы все пользуемся, хотя рынок достиг определенной стабилизации. В данном случае мы должны с вами понимать, что рынок достиг другого состояния. И ему будут характерны другие реалии. То есть шаг за шагом, с нашей точки зрения, этот рынок начнет меняться. На растущем рынке вообще много всего прощается. Прощаются многие ошибки, которые мы можем совершить. Репутационные ошибки, ошибки по управлению, по финансами. Ну в этом проекте попали в минус, но они же стоят на входе. Ты берешь нового, за счет него компенсируешь следующее и достаточно легко растешь. И это создает у нас ощущение, что в общем будет так всегда. В этой фазе рынка, да, оно долго продолжалось. Репутационные вещи, работа с клиентами. На растущем рынке многие вещи были позволительны. Но если мы говорим о зрелом рынке, то вообще компании требуются дополнительные компетенции. Дополнительные компетенции, потому что этот бизнес, еще раз, он не исчезает, он просто становится несколько другим. И к бизнесу нужно относиться профессионально, именно с предпринимательской точки зрения. То есть нужно лучше справляться с некоторыми ситуационными вещами. Должно измениться ваше предложение. Предложение. Так же, как мы говорили про другие рынки, мы теперь должны предполагать, что клиентов не становится бесконечно много. Нужно учиться работать с этими. Строить длительные отношения. Должно появиться в вашем предложении больше сервисного обслуживания, больше пакетов, ну каких-то еще других вещей. В больших случаях клиент будет приходить уже не совсем новым. Он будет приходить с готовым чем-то, или с опытом, или с сайтом. И он будет приходить на реконструкцию. Он будет говорить, слушайте, вот у меня там есть что-то такое, я бы хотел поменять. Я хочу построить долгосрочные длительные отношения. Очень важно, наверное, что запросы клиентов начнут становиться профессиональными и осмысленными. Я думаю, что каждый из вас это видит и чувствует. То, что для них было новинкой, теперь для них становится четким пониманием, что они хотят. Их технические задания становятся грамотными. Внутри компании появились люди, которые знают, зачем им онлайн. Они начинают рассуждать об этом, требовать понятных вещей, которые иногда нас с вами парализуют. Вы что, реально разбираетесь в этом? Они уже реально в этом разбираются. Все чаще требуется интеграция с информационными системами, с 1С, с ERP. И требуется некий переход к регулярному отчету для вас и для проекта, потому что цена ошибки становится существенным. Во-первых, проекты становятся длиннее. Вот буквально вчера мы обсуждали, слушай, что делать? На три месяца затянули проект, не заметили, не поотчитывались, получились убытки. На самом деле такие риски несут существенные риски предпринимательские. Значит, должна появиться у вас какая-то отчетность, которая позволит вам выйти на некоторую регулярность понимания рисков. Для чего, как, с чем это связано, как вообще смотреть на рынок. Я бы, наверное, констатировал, что сайт уже однозначно можно считать не экзотикой, он становится частью информационной системы. Вопрос, а не убежит ли он внутрь той компании. То есть, если это прям так часть IT-системы, почему бы ему не стать вообще полностью и разработкой частью IT-системы? Почему бы им не вырастить у себя? Но тут получается похожая ситуация, что это крайне невыгодно для бизнеса. Потому что программиста, верстальщика, SEO, контекст, и в итоге получается так много компетенций, которые внутри, если к себе посадить, они очень быстро увядают. Они не становятся очень эффективными. И мне кажется, большинство компаний это понимает, и прям вот разговора, а давай мы у себя все будем делать, становится все меньше. Наоборот, все ожидают от профессиональных участников рынка профессионального набора услуг. Но при этом они уже рассматривают сайт для себя. Не для того, чтобы похвалиться, а чтобы он конверсию давал хорошую, результаты делал, в CRM попадал и многие другие составляющие для сайт как часть бизнеса. С точки зрения нас, как предпринимателей, что должно измениться? Необходимо построить некую исполнительную дисциплину внутри. По работе, по поручениям и вообще предпринимательство. Мы чуть-чуть еще об этом поговорим. Важно построить некую системную кадровую работу, во-первых, для выявления тех, кто не может работать. Потому что на растущем рынке, те, кто не умеют работать, с этим можно мириться. Долгие годы вы будете прощать ошибки. Но и чем более такой плотный рынок, тем, в общем, ошибки эти становятся существенными. И вы должны научиться выделять лучших. Они не всегда лучше говорят, не всегда лучше всех одеваются. Они приносят просто больше всех прибыли и денег. Вы должны научиться выявлять этих людей. Основная цель, по сути, формирование команды, способной выполнять бизнес-задачи с заданной себестоимостью. Потому что себестоимость и вообще управление вот этим портфелем становятся важной задачей на зрелом рынке. И вот предпринимательство, если чуть-чуть дальше пройти, это во многом умение как бы ловить волну. По сути, вот эти рынки – это некие волны. То есть мы видим некий этап, мы начинаем его эксплуатировать, начинаем использовать. И я в этом смысле хотел бы спросить, а Bitrix24 – это в какой стадии находится? И что это вообще за рынок? Растет, да, есть ощущение, но вообще какой это рынок? Мы иногда обсуждаем, это корпус соцсеть, система управления задачами, CRM. Во многом для разных клиентов это разные составляющие. Но в целом в большинстве своем мы считаем, что это про некий новый уклад ведения бизнеса. Мне очень нравится эта терминология. Вообще вот мы когда историю рассуждали, появилась металлическая обработка. Появились у людей мечи, они пошли, соседи порубили, захватили новую территорию и стали конкурентно лучше, с большими преимуществами. Вот сейчас идет смена уклада, технологического уклада. Большинство компаний вокруг нас еще этим укладом не обладают. То есть это идет изменение вообще в мире, но большинство компаний, если мы посмотрим, они в основном на телефонии. Ну чудо, если почта. Но в основном это телефонии, много бумаг, ну какие-то довольно олдскульные процессы. Но вообще изменения нарастают и эти компании, по нашему мнению, то есть с этим продуктом, вообще с изменением этой структуры, мы находимся в самом начале рынка. Ну и вот, собственно, мы общаясь с коллегами, обсуждали, все говорят, да, реально, я согласен, это новый растущий рынок. Причем сейчас как раз очень видно, что он растущий. То есть в начале мы еще там думали, думали, а сейчас ну прям взлетаете, очень хорошо. Он говорит, я говорю, а что ты не занимаешься? Ну я не знаю, негде сил взять. На самом деле компаниям задаешь вопрос, а где взять силы? Мое мнение, что в большинстве своем всегда есть силы внутри компании. Причем даже есть силы рискнуть. Многие, наверное, видели, я там писал статью про солнечную электростанцию. Причем как я искал поставщика. Я нашел их сайт, у них там солнечные пластины, много всего. Я им говорю, ну как, вы делали для людей? Они такие, да. А когда мы начали все уже делать в процессе, стало понятно, что они все делают первый раз. Ничто не помешало им. Я говорю, а что же вы влезли-то? Они говорят, а у нас все компетенции есть. Что, мы с электричеством работать не умеем? Смотри, сколько мы всего строили. Ну у нас есть поставщик, который нам объяснит, и у нас есть несколько инструкций. Мы считаем, что спрос есть, мы повесили на сайт, и ты сработал. Что им мешало? Они продали, они сделали проект. Теперь у них есть компетенция. После этой статьи, мне кажется, они просто должны треснуть от спроса. А у нее популярность получилась отличная. Но на самом деле у него и были люди внутри компании, которые могли осуществить. Так вот мы как раз с коллегой обсуждаем, и говорю, что мешает тебе заняться? Он говорит, у меня нет ресурсов. Все заняты. Я его спрашиваю. Ну хорошо. Сколько часов работают люди в компании? Нервный смех. Ну не восемь. Ну окей. Хорошо, говорю. Ты сам сколько сидишь в соцсетях? Сдох. Ну много. Ну часов пару в день рабочих. С женой-то в общем не посидишь дома в фейсбуке, да? С ней все строго. А она сразу, так, телефон в сторону, ужинаем. А вот на работе-то можно, никто замечаний-то не делает. Сколько сидят в соцсетях ваши сотрудники? Да, да, я понимаю, о чем ты говоришь, но как мне им сказать, что запретить, как мне запретить им сидеть в соцсетях? Вот это вообще странная такая штука. Как запретить человека? Как заставить вообще, даже не знаю, тезис работать человека? Мы о чем вообще говорим? Ваша реакция. Вы заходите в кабинет, человек сидит в ВКонтакте или в Фейсбуке. Ваша реакция. Что вы делаете? Как руководитель? Кто сделает замечание? Поднимите руку. Ну, процентов 25 от силы. Но я что-то вот не уверен. И не всем. Вы знаете, на самом деле у нас очень много ресурсов. Мы сами внутренних ресурсов. Вы помните, на предыдущей зимней партнерке говорим, нужно выходить из этого потока. Вообще вся история так устроена, что мы прям сидим, мы утро просыпаемся, первое, что мы делаем, открываем телефон. Ну ладно, если простые правила для бизнеса. На рабочем месте мы работаем. Мы приходим в компанию, чтобы отработать 8 часов, отдать их результаты компании. Обед не включается в рабочий день. Странно. Некоторым нужно объяснять. Это еще один час, еще один день работы. В соцсети, сайты, не относящиеся к выполнению задания только в обеденный пюреф или дом. Вообще большинство из тех, кто построил нормальную рабочую атмосферу внутри компании, вернули очень много часов, времени, ресурсов тех, которые есть. Вы, нанимая людей, как предприниматели, имеете право на их 8 часов. Вы вправе отдавать им указания и строить процессы так, как вам необходимо. У нас там был один слайд, мы некоторые статьи из ГК упоминали, потом решили, что что-то жестковато, хотя, может быть, зря, надо было оставить. Это по поводу того, как люди должны приходить на работу. Вообще, государственный кодекс, он ведь не только за сотрудника, он очень много за работодателя, гражданский кодекс. Это существенно. Вы никогда не сможете системно развивать свой бизнес и заниматься соседними рынками, если не примете свою роль в качестве предпринимателя. Если можно, отключите, пожалуйста, звук. Вы должны понимать себя как предпринимателя, не стесняться, не стыдиться этого, и учиться распоряжаться, я в данном случае не властью, а ресурсами. Это есть ваша компетенция как директора. Вы должны правильно распоряжаться этими задачами. Интересный такой тезис проскочил. Мне кажется, в нем есть много важных моментов. Только 10% людей хорошо работают самостоятельно. Кстати, это прекрасные люди. Вообще мы всегда хотим, чтобы они были такими. Но 90% работают хорошо при координации, при правильном управлении. На самом деле, мне кажется, эта величина сильно даже занижена, потому что как только речь идет о командной работе, от организации процесса зависит еще больше результативность. Ну, в завершение, на мой взгляд, что вам нужно делать в текущей ситуации? Нужно начать руководить. Странный тезис, он кажется простой, но вообще нужно начать руководить компанией. Относиться к бизнесу, собственно, как предпринимательству. Воспринимать его как системное получение прибыли, систематическое получение прибыли. То есть это все создается для того, чтобы это было выгодным предпринимательством. Важно понимать цикличность рынков, экономики и на самом деле этапы развития рынков, на которых вы работаете. Из этого вы можете построить, если не долгосрочную стратегию, то в общем своевременно скорректировать и строить некоторый бизнес. Вообще, кстати, в некоторых обсуждениях у нас получались такие любопытные моменты, когда вы перестаете, то есть вообще появился даже такой термин – самозанятость. То есть у меня все это для самозанятости, для того, чтобы заработать. Но как только вы начинаете отвлекаться от этого, вы начинаете концентрироваться на результате, на пользе, на других каких-то вещах. Знаете, какой следующий вопрос возникает обычно, когда мы общаемся? Мы со Степаном Овчинником много всяких вопросов обсуждали, а потом последовал один очень любопытный. Мне кажется, вы должны его дождаться у себя. Он спросил, у меня очень много денег остается, что ты делаешь с лишними деньгами? Степан, извини, что я тебя сдаю, но мне кажется, это правильный вопрос. Потому что как только вы начинаете заниматься предпринимательством как предпринимательством, не просто за зарплату или за еду, а для того, чтобы создавать некую ценность и другие какие-то факторы, на самом деле, не думая о деньгах, их становится больше. И вы будете задаваться этим вопросом чаще. Важно понимать кризис как стандартное явление. Оно всегда происходит. Тут любопытный тезис слышал, что в истории, например, США не было периода больше 9 лет, чтобы не случился кризис. То есть все эти волны, ближайшие последние 9 лет, говорят, не позже 2017 года что-нибудь долбанет. Потому что там уже будет 9 лет. Ну так история, статистика. Никто не знает. Ну может поэтому, может поэтому. Да неважно почему. Можно строить предпринимательскую деятельность и на растущем, и на падающих рынках. И в кризисы, и в растущей экономике. Это то же самое предпринимательство, чуть-чуть другие компетенции. Вы просто должны учиться управлять этими компетенциями. Этот слайд был в 2015 году. Я его еще раз использовал. Год изменений. Он будет годом изменений для вас, он будет годом изменений для экономик, стран, для очень многих стран. Важно понимать, что многие вещи меняются, и важно менять свою компанию. И относиться к этому, в общем, с чувством юмора. Все. Этот доклад у меня завершен. Я не знаю, нужны ли сейчас вопросы. Есть вопросы у кого-то? Мы можем подойти к вам с микрофоном. Я чувствую, что я вас существенно озадачил. Может, кто-то хочет спросить вопрос, как Степан. Нет? Нет. Степан, да, извини. Извини. Конечно, да. Мне кажется, это главный критерий предпринимательской деятельности. То есть ты уже даже вынимать не хочешь. Уже все, достаточно. Пускай остаются там. Ну что ж, пойдемте, давайте я следующий доклад сделаю. У меня как раз очень мало времени. А потом мы и продолжим. Если можно, поставьте, пожалуйста, следующий доклад. Это, наверное, про планы. Немножко про 15-й год и про планы про 16-й год. Итак, здесь я буду быстро, потому что у меня 30 же минут. Мне в 11 нужно закончить. А мне нужно очень много вам рассказать. Несколько слов о том, как прошел 15-й год. Мы подняли цены. Вы помните. Вот год назад мы здесь обсуждали этот подъем цен. Я аргументировал следующим образом. Коллеги, мы приходим. Что такое? Мы только поговорили про волны. Сейчас будут достаточные инфляционные годы. Если вы не будете корректировать ни свои цены, ни мы свои цены, то шаг за шагом, год за годом мы станем неэффективными. Мы не сможем функционировать правильно. В итоге мы поднимем цены очень существенно. Это будет плохо воспринято пользователями. Нужно просто понимать, что есть инфляция и нужно научиться корректировать свою ценовую политику в соответствии с определенными периодами. Поэтому мы считаем, что это было очень правильное решение. Кстати, очень многие партнеры скорректировали и свои цены. Чуть-чуть подкорректировали, подняли. Некоторые не чуть-чуть подняли. Я тоже, в общем, считаю, что это правильно. И многие отмечают, что работать стало легче. Заказов, ну то есть портфель заказов может быть таким же, а денег значительно больше. Это было правильное решение. В прошлом году мы выпустили два релиза по Bitrix24, два релиза по управлению сайтом, интерпрайзом, мобильным приложением. Bitrix24. На вчера 902 тысячи компаний зарегистрировано. 60 человек – средняя активная компания. Очень высокий SLA удается держать. Выпустили два релиза – 14 апреля и 13 ноября. Вообще темпы развития продукта очень высокие. Держим и продолжаем, и стараемся продолжать держать эти темпы. Реконструировали поддержку. У нас есть вот такая братья. Вы видели персонаж, который у нас участвует в этом мероприятии. Это тоже стало важным изменением, и реконструкции продолжаются в этом направлении. Мы провели 40 обучающих вебинаров, на которых участвовали 12 тысяч человек. Запустили новый тарифный план, проект Плюс. У него не очень высокая цена, и это оказалось очень хорошим, удачным решением, которое позволило увеличить и конверсию, и вообще мы учимся лучше монетизировать. Мы начали думать о том, как монетизировать, как продавать тарифы внутри, и мы будем продолжать это в следующем году. По управлению сайтом в 2015 году мы, к удивлению, продолжается рост. На восьмом месте в мире оказываемся по системам управления сайтом. Это очень большой результат. 26% в топ-100 интернет-магазинов работают на нашей платформе. 27 тысяч интернет-магазинов работают на платформе. Мы получили свидетельство на композитный сайт. Мы запатентовали первую технологию. Выпустили два релиза. 27 мая и 25 ноября. Собственно, тоже большой. Вспомните об этом тестировании. 27 мая был прекрасный релиз. И 25 ноября был отличный релиз. Отлично поработал в 2015 году маркетинг. Мы провели 4 презентации обновленных продуктов. Участвовали в 59 внешних мероприятиях. Три собственных конференции провели. 100 семинаров, которые только мы прочитали. 180 федеральных семинаров, 38 семинаров формулы сайта, 154 самостоятельных семинара, 112 семинаров. Всего почти 500 мероприятий, которые прошли по всей стране. Охват аудитории на таких мероприятиях почти больше 25 тысяч человек. И это фотография из Новосибирска, если я не ошибаюсь. И в большинстве своем партнеры уже помещение выбирают от 300 человек. 300-500 человек должно быть помещение для того, чтобы провести. Еще раз обращаем внимание. Принимайте участие в баллах, компетенциях, независимых и других активностях. Это очень существенно. Мы провели 8 рекламных кампаний на радио. Задействовали самые разные радиостанции. Рост брендовых запросов в два раза. Это и узнаваемость у клиентов, и понимание, зачем мы вообще все это делаем. Это существенное подспорье вообще для всех нас. Провели целое аналитическое исследование рынка по дистанционной занятости. 109 публикаций только после этой пресс-конференции. У маркетинга вообще была проблема, что показать, потому что огромное количество активностей. Я бы хотел отметить итоговый результат 2015 года. Мы выросли совокупно на 35%. Это очень хороший результат. И Битрикс24 продолжает расти в три раза быстрее. И это совместная заслуга. Совместная заслуга наша, ваша. Большинство партнеров, с которыми мне доводилось общаться, отметили, что у них рост от 29% до почти 100%. Это прекрасный результат. Мы отлично справляемся с очень сложным годом. Я хочу предложить поаплодировать всем нам за прекрасный результат и за очень высокую активность и результативность.